Сегодня мы немножко поговорим о списках в Петоне, но кому-то может быть то, что я расскажу, будет уже известно, но я постараюсь рассказать то, что менее. Кроме того, я постараюсь еще, то есть кому-то может быть то, что я расскажу, покажется ересью, но надо иметь в виду сразу, что то, что я буду рассказывать, не является истиной в последней инстанции, по большей части, а является лишь информацией к размышлению, которую надо обсуждать. Ну и каждый, соответственно, должен для себя решить, насколько ему это полезный интерес. Первый тезис, что списки это зло. И если мы можем ими не пользоваться, мы ими не пользуемся. Я постараюсь эту мысль развить. Значит, к сожалению, хорошо ли это или плохо, не нам судить, но когда-то считалось, что список это хорошая вещь. Давайте сначала посмотрим, что такое список, как он устроен. И условно, я попрошу вас по мере моего рассказа обращать внимание на три вещи. Первое, это какие еще похожие объекты, кроме списка, есть в Петоне. Второе, это чем список можно заменить. Значит, строго говоря, списком. В общем случае. Списком в языке Python и вообще, в общем случае, называется следующая штука. Это, вот давайте, прям по пунктам. Последовательность. Второе, переменные длины. Вот это у нас список, да? И третье его свойство. Это элементов, запятая одинаковых по смыслу. Одинаковых по смыслу. Вот под это определение подходит список вообще любой, где бы он ни встречался. Есть одно дополнение, но это дополнение нам сейчас в данный момент несущественно. Оно будет существенно позже, я его напишу в скобках. Как правило, индексированность. Вот. Ну, с индексированностью тут все просто. Это означает, что элементы списка имеют порядковые номера. Вот. Но, господа, обращаю ваше внимание, что на самом деле элементы списка вовсе не обязаны иметь порядковых номеров. Этот момент существенный, поскольку является одним из источников частой ошибки, которая встречается. Особенно у тех, кто переходит на Python с других языков. Вроде там языков C, C++, Java. Ну, с Java редко эту ошибку совершают. Но особенно с ныне почти покойного Pascal. Вот. Кстати, на самом деле, что касается языка Pascal, зря люди над ним смеются. Потому что для некоторых применений он весьма как бы актуален и в наше время. Но об этом сейчас говорить не будем. Просто констатируем как факт, что с таких языков на Python часто переходят люди. Вот. Итак. Ну, проиндексированные сейчас вспомним позже. Итак, давайте по порядку. Прямо по пункту. Что значит, что список это последовательность? Это значит, что элементы списка мы можем перебрать последовательно один за другим. Да? Причем. В списке одни и те же элементы могут повторяться. Вот, господа, обращаю ваше внимание, что что значит, что в списке дважды встречается один и тот же элемент? Ну, если это так. Вот, если это в списке дважды встречается число 25. Это как? Число 25 встретилось два раза или это встретились два равных числа? Господа, на самом деле это вопрос провокационный. Если речь идет о числах, то это вопрос, не имеющий ответа. Вспомните, что такое список дальше элементов одинаковых по смыслу. Разве мы можем говорить, что означает число, не сказав, что оно означает? Да? Скажите, что значит три? Это три метра или три килограмма? Да? Не уточнив этого понятия, мы не имеем права говорить об одинаковости смысла. Но сейчас это вопрос другой. Сейчас суть в том, что чтобы мы не вкладывали в это утверждение, элементы списка в списке могут повторяться. Хочу обратить ваше внимание, что в питоне это утверждение имеет весьма четкий смысл. О котором скажем чуть позже. Так вот, второе. Переменной длины. Переменной длины это означает, что мы можем в список еще один элемент добавить. Или наоборот, взять список и один элемент из него удалить. Неважно, последний, первый, любой. В этом случае список станет короче или длиннее. Ну и наконец последний. Одинаковые по смыслу. Вот господа, на первый взгляд, когда мы говорим о том, что элементы списка одинаково по смыслу, все всегда говорят. Ну не все, но многие. Но если даже кто не говорит, то возникает такой вопрос. Ну а по смыслу это вообще как? Это же смысл-то понятия растяжимое. Что такое, ну как говорил в таких случаях Аристотель, что такое сандалия? То, что надевают на ногу или то, что стоит денег? Да? Так вот, господа, на самом деле на этот вопрос есть два ответа. На самом деле это два ответа. По сути это дело один ответ, но с двух разных точек зрения. Значит, первая точка зрения говорит о следующем. Что когда мы ставим конкретную задачу, вопрос об одинаковости или разности смысла, он как правило отпадает. Потому что он является элементом постановки задачи. И на эту тему нельзя рассуждать вообще. Надо назвать конкретную задачу, конкретную постановку задачи, и тогда уже об этом судить. Ну, в частности, если продолжать пример Аристотелю, то получится что? Что если мы с вами держим модельное агентство, то сандалия для нас это то, что надевают на ногу. А если мы держим обувной магазин, то это то, что стоит денег. То есть неопределенность, как видите, в этом случае отпадает сразу. Кстати, в обувном магазине мы не обязаны продавать только то, что надевают на ногу. Можно ли в обувном магазине продавать шляпы? Да запросто. Нам все равно. Потому что шляпа это тоже то, что стоит денег. И заметьте, в этом случае шляпы с ботинами, с сандалиями у нас могут попасть в один список. Между прочим, это означает вот что. Что один и тот же, нам в одни, вот вы взяли два элемента, да? Они не то, что в разных программах могут в одной попасть в один список, а в другой не попасть. Но даже в разных частях одной и той же программы они могут в одном случае считаться одинаковыми по смыслу, а в другом разные. Но всякий раз, во всяком конкретном месте, этот вопрос не стоит перед нами. Он снимается постановкой задачи. Поэтому с этой, эту точку зрения мы дальше развивать не будем, она не особо интересна. Ее надо иметь в виду, конечно, но не более того. А вот вторая точка зрения, она более серьезная. Значит, смотрите. Она связана с тем, что с первыми двумя. Что список это последовательность и переменной длины. Раз она переменной длины, это означает, что мы не можем заранее знать, сколько у нас в ней элементов. То есть мы это знаем только имея список в наличии, но заранее знать мы этого не можем. А обратите, пожалуйста, внимание, что программу-то мы пишем с вами заранее. То есть, иными словами, мы не можем знать, сколько у нас элементов в списке в тот момент, когда мы пишем программу. Это станет известно только, когда она будет запущена. С другой стороны, для список можно перебрать по одному. С операцией перебора. А это, в частности, означает, что если мы хотим обработать элементы списка, то нам с вами ничего не остается, кроме как... То есть у нас есть единственный вариант это сделать. Написать цикл и каждый элемент списка обработать в цикле. Да? Но давайте подумаем, а что такое цикл? Цикл это блок, который выполняется много раз для каждого элемента списка. То есть взяли элемент списка, выполнили блок. Взяли еще один, выполнили блок. Да? Но рассуждая логично, это означает, что мы все элементы, каждый элемент списка обрабатываем одними и теми же командами. Разве мы могли бы это сделать, если бы они не были одинаковыми по смыслу? Господа, вот на самом деле, с этой такой формально-логической точки зрения, одинаковость по смыслу означает, что мы в данном конкретном месте программы можем их обработать одной и той же группой команд. Одним и тем же блоком. То есть мы принимаем это за определение, что стало быть они по определению одинаково по смыслу. Но подчеркну, на самом деле это спорный вопрос, можно ли это считать определением, но это зависит от точки зрения. Мы встаем на точку зрения технического. И так, ну и наконец, индексации тут особо говорить нечего. То есть им могут быть присвоены порядковые номера, могут быть не присвоены порядковые номера. С этой точки зрения список противопоставляется двум другим структурам данных. Я попрошу обратить внимание, вот я недаром говорил об одинаковости элементов по смыслу. Почему? Потому что скажите мне, пожалуйста, ну давайте так, навскидку скажите, чего я в этом случае не сказал, хотя может быть это ожидалось. Я не сказал, что они одного и того же типа данных. А я не сказал этого, потому что они не обязаны быть одного и того же типа данных. Обратите внимание, что в один и тот же список могут входить данные разных типов. Причем, кстати, я сейчас приведу, ну вот сейчас я когда закончу общий рассказ, я приведу несколько примеров явно ошибочного использования списка. То есть ситуация, когда использовать список является ошибкой. Просто ошибкой. Вот. Значит, в этом смысле список противопоставляется. С одной стороны, структуре данных, которая называется массив. Вот те, кто изучал язык Си, или изучал язык Паскаль, вот, или там еще что-нибудь, какой-нибудь уж точно покойный ныне Бэйсик. Когда начинаешь рассказывать про список, всегда обязательно кто-нибудь скажет, а, ну мне все понятно, это массив. Господа, на самом деле это грубая ошибка. Считать список массивом нельзя ни в коем случае. К сожалению, эту ошибку допускают даже многие очень умные люди. Например, к глубокому прискорбию эту ошибку допустил автор языка Руби, Юки Хиро Муцумонта. Вот. Ну, могу только как бы посокрушаться этому факту. Но гению иногда позвоню. Вот. Увы. С другой стороны, список противопоставляется другой структуре данных, которая называется запись. Значит, что такое массив? Господа, во-первых, первое замечание. Массив является низкоуровневой структурой. То есть в питоне, в чистом виде, массивы не присутствуют. Когда мы произносим слово массив, мы имеем в виду две существенно различных структуры данных, которые между собой имеют мало общего. Первое, это массив в смысле Си, который называется Си Эрой. И массив в смысле Фортрана, Фэ Эрой. Обратите, пожалуйста, внимание, что это совершенно разные вещи. Значит, что такое массив в смысле Си? Массив в смысле Си. Это фрагмент оперативной памяти компьютера. Обратите внимание. Непрерывный кусок памяти. То есть мы уже говорим о памяти, обратите внимание. Который поделен на равные переменные. Равные по длине, то есть содержащие одинаковое число байт. В которые мы записываем значения одного типа данных. Обратите, пожалуйста, внимание, что из всего этого следует, что в частности, что массив типа Си. Я не говорю, заметьте, массив в языке Си. Потому что массивы типа Си могут использоваться не только в Си. В Питоне они, правда, напрямую использоваться не могут. Но бывает ситуация, когда мы массив в смысле Си из одной библиотеки берем, а в другую передаем. Такое бывает. Но напрямую мы с ними не работаем в Питоне. Хотя, если очень хочется, то можно. Так вот, массив в смысле Си имеет фиксированную длину. Не добавить, не убавить в него элемент невозможно. Вот как выделили кусок памяти, так он всю жизнь и будет. Пока не помрет. Второе. На самом деле есть одно такое неочевидное следствие. В массиве в смысле Си могут содержаться только объекты примитивных типов. То есть, там могут содержаться только, например, числа. Причем не просто числа. А если это, например, целое число, то это целое число, например, 4-байтовое. То есть, может быть, массив 4-байтовых целых. Обратите внимание, что это не соответствует понятию целого числа в Питоне. В Питоне целое число имеет неограниченную длину. Там хоть обсчитайся. А в массив мы такое число положить не можем. То есть, это тип, хотя и примитивный, но, как говорится, он не является фундаментальным. Он аппаратно не поддерживается. Вот. Второе важное замечание. Массивы в смысле Си не бывают двумерными. Они всегда одномерны. Но список тоже не бывает двумерный. Потому что список – это последовательность. Правда, может существовать массив, состоящий из массивов. Но массив массивов не является двумерной структурой. Если у нас каждый элемент Си массива – это тоже массив, то обратите внимание, можем ли мы индексироваться. Да, кстати, массив индексирован обязательно. Тоже важный момент. Так вот, если мы напишем вот такую запись, то для массива в смысле Си это будет означать, что мы взяли пятый элемент большого массива, он оказался в свою очередь сам массивом, но мы из него взяли шестой элемент. Иными словами, вот такая запись будет означать, что мы из массива взяли строчку. Ну, из такой, как псевдо-двумерной структуры. Но можем ли мы каким-нибудь способом из массива в смысле Си взять столбец? Ответ – нет, не можем. Вот на самом деле это и означает, что структура-то это одномерная, потому что будь она двумерная, строки и столбцы были бы равноправны. А вот массив в смысле Фортрана – это как раз структура, которая может быть многомерной. Для массива в смысле Фортрана – это, во-первых, почти всегда массив чисел, за редчайшим исключением. Во-вторых, там для такого массива допустима операция сечения массива. Мы можем взять двумерный массив, выдернуть из него один столбец и получить одномерный массив. Можем выделить одну строку и получить тоже одномерный массив. С массивами в смысле Фортрана в Питоне мы иногда бываем работаем. Но это не то, это не список в любом случае. С другой стороны, список противопоставляется записи. Запись – это структура данных, которая разделена, которая состоит из совокупности значений, но разных по смыслу. Господа, из того, что в записи значения разные по смыслу, следует, во-первых, что говорить о последовательности элементов в записи без смысл. То есть это можно, но разве что в техническом смысле. То есть в каком порядке, например, записать их в файл. Но сам по себе этот порядок не имеет смысла. Второе. Мы обязаны заранее знать, сколько элементов в записи и какой у каждого из них смысл. В противном случае мы обработать запись не сможем. Записи в питоне широко применяются как структура данных, но непосредственно такого типа данных в питоне нет. Почему? На самом деле записи слишком разные. И по сути дела, каждая запись, каждый вид записи, представляет собой отдельный тип данных. В питоне есть средство работы для этой цели, но давайте работу с записями мы отложим, потому что сейчас у нас все-таки речь идет о списках. То есть про записи мы будем вспоминать, только если будут приходиться к слову. Итак. Вот теперь давайте посмотрим, какие в питоне возможны операции со списками для начала. Потом я покажу несколько примеров ошибочного применения списков. То есть явно ошибочного применения. Ну а дальше мы посмотрим, какие у списков есть так на тему. Итак. Во-первых, список в питоне, они являются последовательностью индексированной. То есть мы можем работать с индексами. Как следствие этого, сейчас я включу. Давайте я, знаете что, господа, я сейчас воспользуюсь специальной командной оболочкой. Сейчас я ее только найду. Вот она. Которая называется Юпитер, которая позволяет в более или менее красивом виде выполнять команды языка Питона. Вообще-то эта командная оболочка предназначена для нужд системного, ну, этих, аналитиков. То есть она предназначена для научных, там еще ряда других целей. Она у нас разбирается на одном из курсов, она называется Питон вычислительные возможности и методы визуализации. Но сейчас я воспользуюсь ее просто как интерактивной оболочкой Питона, более или менее удобной для наших целей. Итак, если мы с вами создадим список. Нормально виден экран? Не слишком мелко? Нормально. В классе нормально, а в интернете? Вот. Ну, давайте я возьму список, состоящий из чисел. Кстати, господа, хочу вам сразу заметить, что если вы видите список, состоящий из чисел, не факт, что это ошибка, но это должно вас насторожить. Почему? Скажу чуть-чуть попозже. Но, может быть, в этом никакой ошибки нет. Вот. Соответственно, мы можем посмотреть, что у нас расположено в этом списке. Вот он. Ну и первая операция в списке называется собственно операция индексации. Мы берем список, обозначается операция индексации квадратными стопками, и пишем, какой элемент из списка взять. Индекса начинаются с нуля. Кстати, господа, хочу обратить ваше внимание на такой важный момент. Нумерация индексов элементов списка с нуля вообще говоря является некорректной. Дело в том, что порядковый номер 0 означает, что список вообще пуст, что в нем вообще ни одного элемента нет. Если в нем, то есть первый существующий элемент списка, имеет индекс уже один. Это момент, на который частенько не обращают внимания. В частности, могу вам сказать, что если вы будете смотреть, когда-нибудь доведется заниматься календарем, то вы обнаружите с большим удивлением, что оказывается началом эпохи Григорианского календаря является не 1 января первого года, а нулевое января первого года. Но нулевое января такого дня в первом году нет, потому что оно соответствует 31 декабря. То есть, иными словами, в строгом смысле этого слова порядковый номер 0 соответствует элементу, который в списке отсутствует. Однако в программировании правильная нумерация с единицей оказалась неудобной. Вот. Ну, например, там в языке фортран нумерация принята с единицей, но это оказалось неудобно. Вот. Поэтому в фортране она сохранена лишь потому, что фортран применяется для вычисления математических формул, а там во всех справочниках элементы нумеруются с единицей. Поэтому индекс элемента списка следует рассматривать, внимание, количество элементов стоящих перед ним. То есть, индекс равен трём, это значит, что перед данным элементом стоит три штуки. То бишь, нам нужен тот, который мы берём, получается уже четвёртый. Да? Вот хотел бы я на это обратить внимание, что это количество элементов, стоящих перед ним. То есть, это не порядковый номер, а именно вот так. Это является особенно для... Итак, следующая особенность списков в питоне. В списках допускаются отрицательные индексы. То есть, мы можем написать L, допустим, минус 2. Здесь важно понимать, что это уже чистейшая условность, которую надо просто запомнить. Значит, отрицательные индексы считаются с конца списка. То есть, в данном случае, L с индексом, простите, минус 2 означает второй элемент с конца. Это такая, ну, не всегда очевидная вещь. хотел бы обратить ваше внимание, что отрицательные индексы люди инстинктивно боятся использовать. Этого не надо использовать, это совершенно нормально. То есть, в смысле, не надо бояться, я имею в виду, использовать как раз надо. Извините. Вот. Правда, они обычно используются не так, как я это только что показал, но и так это тоже нормально. Значит, дальше, что про списки можно сказать еще интереснее. Список это изменяемая структура. То есть, как я уже сказал, в список можно элемент добавить. Сделается это вот так. И, как видите, в списке у нас появился элемент в конце. Господа, я позволю себе не показывать все возможные операции со списками, то есть, все возможные варианты, потому что их вы можете посмотреть со справочника в справочнике. Можно элемент удалить. Например, это можно сделать вот так. Элемент с индексом 3 исчез. То есть, пропустили три элемента, следующие удалили. Число элементов, стоящих перед ним. Вот. Но, что значит еще, что это изменяемая структура? Вот, понять полный смысл вот этой вот ситуации можно, если мы выполним вот такое присваивание. В этой связи у меня вопрос. Ну, понятно, что раз структура изменяемая, то я элементу списка l с индексом 1 могу присвоить, например, значение 1000. Присваиваем. Если я сейчас посмотрю, чему у меня равен q с индексом 1, чему у меня будет равен этот элемент? Я напомню, что раньше он был равен 23, но на самом деле, обратите внимание, изменяя список l, я тем самым изменил q. Почему? Давайте вспомним общепитоновский тезис. Во-первых, переменная в питоне это не значение, а что? Ссылка на значение. То есть в действительности у нас ситуация вот такая. l это ссылка на список, а сам список где-то там хранится. Когда мы выполняем присваивание второй тезис? Присваивание это копирование ссылки. Всегда? Всегда. Господа, в старых книжках вы можете услышать, что якобы в питоне существуют типы ссылочные и фундаментальные. Вот ссылочные типы всегда хранятся по ссылке, фундаментальные типы всегда хранятся вживую. но это разделение оно может быть существовало в питоне 1 может быть. Говорить о нем в питоне 2 это уже некорректно. В питоне 3 его и вовсе нет. Значит на самом деле в питоне 3 значения хранятся следующим образом. если это значение изменяемо вот как список например то в переменной всегда хранится ссылка на него что бы там ни было. Если значение неизменяемое то в переменной может храниться копия не ссылка на значение а копия. Что фактически там хранится ссылка или копия решает интерпретатор на ходу. Таким образом господа хранение копии неизменяемого объекта это по сути является разновидностью ссылки. Нам же не сказано как ссылка устроена внутри технически. Но во первых список объект изменяемый поэтому он всегда хранится ссылка. А во вторых повторюсь что хранение копии это по сути разновидность ссылки. И на самом деле хранение копии объекта может храниться вместо ссылки по сути только в двух случаях. Это если мы имеем дело с числами типа float и второе если мы имеем дело с числами int при условии что они помещаются в нужное место. Ссылка имеет в зависимости от разрядности системы ее информативная часть имеет длину либо 4 либо 8 байт в зависимости от ситуации соответственно если целое число помещается в этот размер оно хранится там само если не помещается то оно хранится там в виде ссылки но господа повторюсь это не имеет значения в питоне 3 мы можем совершенно четко констатировать что переменная это всегда ссылка всегда как уж она там устроена присваивание присваивание это копирование ссылки а не значения обратите пожалуйста внимание что при присваивании переменных значения не копируются никогда всегда копируются только ссылка то есть в нашем с вами случае мы получили что PL и Q это две ссылки на один и тот же список поэтому нет ничего удивительного что меняя список L мы изменяем и якобы список Q потому что это просто один и тот же список обращаю ваше внимание что это свойство в списках в целом ряде случаев используется намеренно например это свойство списков намеренно используется в функции os.log к сожалению про эту функцию я сейчас рассказать не могу но она предназначена для рекурсивного обхода папки вот но вы посмотрите ее описание вы увидите что она возвращает кортеж из трех элементов два из которых являются списками и один из этих списков мы можем изменять для того чтобы изменять поведение самой функции волк казалось бы это немножко странно мы изменяем возвращаемое значение функции и при этом меняется поведение самой функции в этом нет ничего удивительного поскольку функция волк сохраняет список на эту ссылку на это значение внутри себя но волк это генератор функции поэтому тут все в порядке будь это обычная функция это конечно было бы бесполезно вот итак тот факт что список изменяемый объект сейчас вот дает нам вот такой вот момент что при присваивании мы копируем ссылку господа я намеренно опускаю в сторону вопрос о копировании списков его мы обсудим отдельно а что делать если надо получить копию списка правильный ответ отдохнуть это желание пройдет а что делать если мы отдохнули и оно не прошло я скажу чуть попозже вот следующая важная операция которая связана со списками называется словом ну вообще-то она называется словом слайс вот так его иногда в русской литературе переводят как срез да но это не очень точно я бы ну знаете что такое вообще слайс это вот как сказать берут вырезку говяжью режут на лунтики вот это и называется слайс да сейчас у нас это стало проводиться продаваться в магазине под названием медальоны да я не знаю как это правильно провести в общем будем это пока условно называть операцией вырезки вот значит вырезка из списка заключается в следующем что мы указываем вообще говоря два числа через двоеточие например 2 двоеточие 5 это значит что мы хотим выбрать все элементы вот я немножко неудачно написал давайте 2 4 это значит что мы хотим получить элементы списка со второго по четвертому господа обращаю ваше внимание что индексы элементов это количество элементов встречающихся перед ними да в данном случае вырезка работает следующим образом вот у нас список L в его текущем состоянии да но только первый элемент равен 1000 но сейчас это не важно первое число 2 пропускаем 2 элемента затем начинаем брать элементы 1 2 до тех пор пока пропущенными не окажутся 4 это в частности означает господа что в питоне действует следующее правило диапазона правило ну так и называется правило диапазона оно в питоне принято как аксиома ну как постулат во всех случаях постулат следующий начало диапазона всегда считается конец никогда не считается обратите пожалуйста внимание что правило диапазонов выполняется в питоне всегда неукоснительно если мы это правило нарушаем то ну нарушить его в собственном смысле этого слова не важно вот то есть если речь идет именно о правиле диапазонов оно выполняется неукоснительно в данном случае это означает что элемент с индексом 2 входит в вырезку элемент с индексом 4 или не входит в вырезку. С вырезками интересно что? Первое, что интересно с вырезкой, это то, что вырезка это копия списка, соответствующего фрагмента. То есть, если мы попытаемся вырезку присвоить какому-нибудь элементу, то присвоены будут копии соответствующих элементов. Внимание, господа! Скажите, что будет в списке X? Копия элементов или копия ссылок на элементы? Копия ссылок на элементы, потому что присваивание, в том числе и это, всегда копирование ссылки. Переменная в питоне это всегда ссылка, следовательно. А вообще-то изначально список, что содержит? Элементы или ссылки на них? Господа, запомните, пожалуйста, что список совершенно естественно содержит всегда список ссылок. В питоне ничего иного и не может быть. Это всегда список ссылок. В частности, в данном случае мы выполняем копирование ссылок. Например, если у нас список сам по себе состоит из списков, будут ли при этом скопированы списки, которые там внутри? Нет. Скопированы будут только ссылки на них. Вот. На самом деле есть еще один момент. Значит, список, вырезку можно использовать не только слева, но и справа от знака присваиваем. Например, можно написать так. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, что исходная вырезка содержала только два элемента. Я пытаюсь на ее место поставить вырезку, содержащую сколько элементов? Пять. Нормально? Нормально. Список структуры переменной длины. Поэтому такой финт ушами всего лишь навсего приведет к тому, что список станет длиннее. Два элемента будут выброшены, вместо них поставлены пять. Обратите, пожалуйста, внимание, что выброшенные элементы, вообще говоря, могут быть, а могут и не быть, вычищены сборщиком мусора при этом. Потому что выброшенные ссылки будут при этом потеряны. Если на эти элементы нет других ссылок, они благополучно... Да? Но, господа, утверждать, что эти элементы непременно померли, было бы преждевременно. Вдруг на них еще есть ссылки. Да? Так что тут, как говорится, воображение тешить не спеши. Умрут, тогда сочтем выброшен. Да? Вот. Значит, так вот. На самом деле, гипотетически, можно выбрать... Вот давайте сейчас я выберу новую вырезку. Гипотетически можно выбрать вырезку из списка. Вот, например, я возьму вырезку со второго по седьмой элементы. Да? Но можно задать еще третье число. Это будет шаг. Это означает, что мы при этом берем каждый второй элемент. В остальном, такая вырезка работает точно так же, как и обычная. Ну, то есть, порезали говядину на ломтике, а взяли себе только каждый второй, остальные не трогали. Однако, господа, обращаю ваше внимание, что вот такая операция, вырезка с шагом, для списков почти всегда бессмысленна. Нет, то есть, разумеется... Знаете, я обычно такие ситуации формулирую так, что есть решение, по которым задают вопросы, решение, по которым не задают вопросы. Да? Ну, вот, например, если я создаю, например, список фамилий, то это как бы очевидно. Но другое дело, нужен ли мне список, но то, что я в список задаю фамилии, ну, нормально, вроде бы. А вот если я создаю список, я не знаю, старых галуш в перемешку с тараканами, то тут уже возникает хороший вопрос, какие тараканы у меня в голове. Да? Это не значит, что я непременно не прав. Может, я и прав. Но я должен объясниться по этому поводу. Так вот, когда мы из списка берем вырезку с шагом, мы должны объясниться, зачем. Обратите, пожалуйста, внимание, что это как раз типичный случай неочевидного вопроса. Может, мы правы, но, скорее всего, все-таки нет. Объясним, должны объяснить почему. Вот. Значит, дальше. Что? Ну, господа, я даже не буду показывать присваивание вырезки с шагом, потому что это мне вообще непонятно, что значит. Когда-нибудь, может быть, помню, пойму, тогда скажу. Вот. Дальше. Вот дальше давайте мы поподробнее обсудим. Ну, вернее, не поподробнее, а еще одна особенность вырезки. Вот такая ситуация. Когда мы написали 2, двоеточие и все. Означает, что мы берем, пропускаем два элемента. То есть, берем элемент с индексом 2. И от него все элементы до конца спи. Соответственно, если мы поступаем на оборот. L двоеточие 2. То это все элементы от начала до элемента 2. Естественно, элемент с индексом 2 сам при этом не считается. Правила диапазонов действуют и здесь. Отсюда вопрос. Как мне выбрать вырезку всех элементов списка, кроме первого и последнего? Для этого я должен написать L1, двоеточие и минус 1. Первый элемент будет пропущен. А до минус первого не дойдет. Как получить вырезку, содержащую первые два элемента, я написал. А как написать вырезку, содержащую последние два элемента? L, не L. L минус 2, двоеточие. От минус второго, причем его считать, и до конца. А это как раз и будут два последних. Господа, поэтому обращаю ваше внимание, что если вы хотите брать из списка куски, то делать это надо вот таким вот образом. Однако, должен обратить внимание, что то, что я вам сейчас показал, имеет больше применения не к спискам, а к текстовым строкам. К текстам. Но к спискам, разумеется, это тоже применение. Дальше. Хотел бы обратить ваше внимание на такую, иногда бывает важную операцию, как операцию повтора. Естественно, списки можно сцеплять. Операция сложения означает сцепление списка. То есть мы получаем список, состоящий из вот элементов. Но, есть еще такая любопытная операция, как операция повтора. Она записывается как умножение. Она имеет вот такой вот вещь. Да? Ну, то есть список повторенный, сколько раз указали. А вот теперь, господа, я хочу вам показать одну любопытную штуку и попрошу объяснить происходящее. Я хочу взять вот такой вот список. С равно... Скажите, сколько элементов в этом списке? Три. Да? Отлично. Теперь я делаю следующий фрошон. Я беру этот список и повторяю его пять раз. Сколько элементов в списке S2? 15. Вот здесь он нам в таком виде выбился. Да? А вот теперь смотрите за руками. Сейчас из серии кручу-верчу, всех запутать хочу. Чему равен этот элемент? Три. Три. Да, совершенно верно. Теперь так. Нормально? Чему равен этот элемент? Теперь. А давайте посмотрим на весь список S2. Кто мне берется объяснить явление? Мы присвоили обучение, а все оставшиеся у нас как-то там умножать список ссылок. Да. Господа. Операция повтора. Это повтор ссылок. Следовательно, на самом деле на нулевом и на третьем месте, то есть на элементах с индексами 0 и 3, это две ссылки на один и тот же список. Поэтому, когда вы имеете дело с операцией повтора, господа, я прошу быть очень аккуратным. Операцию повтора списка не следует использовать без крайней необходимости. Потому что она очень чревата вот такими ошибками, которые очень трудно найти. Я еще раз говорю, напомню то, с чего я начал, что списки это зло. Значит, итак. Господа, я тут хотел бы обратить внимание, у нас по расписанию семинар занимает один час, но, к сожалению, я за час не успею рассказать все, что хотел, поэтому я буду рассказывать, но еще какое-то время, скорее всего, это займет еще час. Но, как бы, кто, у кого нет времени, ну, соответственно, к сожалению. Вот. Но я, тем не менее, все-таки расскажу, что хотел рассказать. Вот. Это вот такой вот небольшой момент. Теперь, господа, если я хочу скопировать весь список, то, в принципе, я могу сделать это вот так. То есть, поставив внутри скобочек, просто двоеточие, без ничего. И действительно, LX будет копией списка L. Но, опять-таки, обращаю ваше внимание, что будут скопированы именно ссылки. Что делать, если надо скопировать все? Господа, если нам захотелось скопировать список, мы отдохнули, а это не прошло, тогда можно поступить вот так. Ну, господа, повторюсь, отдых при желании скопировать список является обязательным. Да? Ну, и, естественно, при условии, что мы не после вчерашнего, да? Там. То есть, скопировать списки нужно на тех же основаниях, на каких садиться за руку. Да? То есть, в нетрезвом виде нельзя, заторможенной реакцией нельзя, ну, и так далее. То есть, хорошо понимать, что мы делаем. Но, теоретически, гипотетически, если мы хотим скопировать список, но так, чтобы все содержащиеся в нем ссылки тоже стали ссылками на копии. Теоретически существует операция, которая называется deep copy. Глубокое копирование. Которая копирует действительно все, что может. Так вот, господа, если вам захотелось сделать глубокое копирование, ну, сильнодействующее средство применять сразу не стоит, для начала лучше тоже отдохнуть. Но, если это не помогло, тогда к врачу однозначно. Господа, операция глубокого копирования, хочу это особо подчеркнуть, имеет смысл только при программировании на низком уровне. Если мы имеем дело со списком списков чисел, со списком списков текстов, со списком списков списков чисел, ну, тогда, может быть, это и имеет смысл. Правда, в наше время создавать список списков чисел, это уже признак. Ну, правда, не без спорта. Я скажу так, нормальные люди, да, таки создают списки чисел, списки списков чисел, да, бывает такое. Но все-таки, если вы возьмете людей, создающих списки списков чисел, то есть таких людей, ну, из там 10 таких людей, ну, 8 будут точными здоровыми. Но, повторюсь, это еще не показатель, это еще не значит, что в данном конкретном случае человек неправ. Да? Потому что такие вещи нормальные люди тоже делают. Так вот, для таких списков операция глубокого копирования имеет смысла. Но обращаю ваше внимание, что этот случай нетипичный. Как правило, список представляет собой список экземпляров классов. Да, то есть в списке у нас содержится ни число, ни текста, экземпляр некоего класса. Ну, например, скажите, имеет ли смысл операция глубокого копирования в этом случае? Начнем с того, что мы не знаем, имеем ли мы право вообще выполнять копирование. А представьте себе, что это, что вот эта переменная представляет собой переменную управляющую промышленным роботом. Может такое быть? От слова запросто. Не только может быть, но в питоне очень часто бывает. Так если мы скопируем эту переменную, что у нас рядом второй робот, что ли, появится? Господа, на самом деле, обращаю ваше внимание, что копирование значений, оно вообще допустимо не всегда. Поэтому, если вам очень захотелось использовать операцию глубокого копирования, будьте добры, во-первых, отдохните, во-вторых, обратитесь к врачу. Но если обратились к врачу, а врач не помог, остается только один вариант запрограммировать эту операцию самостоятельно и ни в коем случае не пользоваться встроенными средствами. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, я даже не буду показывать, но в питоне по старой памяти сохранилась функция Deep Copy. Так вот, если мы имеем дело со списком, пользоваться этой функцией категорически запрещается. То есть, если такая необходимость возникла, будьте добры, запрограммируйте ее сами. А еще лучше написать соответствующий класс, который будет содержать соответствующие методы. В частности, там где-то внутри может использоваться операция глубокого копирования, но она должна быть нами проконтролирована до самой запятой. Еще раз обращаю внимание, что пользоваться встроенным методом не то, что опасно. То есть, это не опасность, это самоубийство. То есть, надо понимать разницу между экстримом и самоубийством. Вот. Ну, в питоне, повторюсь, эта функция сохранилась для нужд самого интерпретатора. А в этом случае интерпретатор можно понять. Вот. Итак, это некоторые моменты, которые касаются списков в целом. Значит, теперь давайте я плавно перейду. Я уже немножко начал об этом говорить о типичных ошибках в использовании списка. Значит, давайте рассмотрим с вами вот такой вот список. Давайте вот такой. Ну, хотя бы так. Вопрос. Я утверждаю, что с огромной вероятностью этот список является ошибочным. Кто мне скажет, почему? Разного типа. Нет, то, что разного типа, это ничего не значит. Да. Обратите внимание, что эти значения разные по смыслу. Поэтому, если я такой список создал своими руками, подчеркну, если я его создал своими руками, я почти наверняка ошибся. Значит, если я хочу подобную структуру создать своими руками, что я должен создать? Картеж. Картеж. Екатерина, вы в принципе правы. По-хорошему, для хранения таких данных я действительно лучше должен был бы написать класс и создать его экземпляр. Но, давайте считать, что у нас задача не предполагает создание класса. Такие задачи в питоне существуют. Например, это может быть задача первичной обработки данных. Там создание классов это из пушки по воробьям. То есть, если мы хотим просто данные считать из файла, например, разогрузить базу данных. В этом случае класс это, в общем, через чудо. Хотя, действительно, по-хорошему, так оно и надо было бы сделать. Так вот, если я создаю эту структуру своими руками, я должен был бы создать либо картеж, либо словарь. Однако, господа, я подчеркну, если я хочу создать своими руками. Есть один важный частный случай, когда подобного рода структура возникает у нас явочным порядком. Дело в том, господа, что если мы разбираем файл в формате КСВ или какой-либо иной аналогичный формат, то в подавляющем большинстве случаев содержимое файла в формате КСВ представляет собой совокупность записей. то есть там список полей, да, ну, представляется себе, что такое КСВ. Ну, вот такие вот данные, фамилии, имя, отчество, год рождения. Вот, Васи Купкину, год рождения такой. Ну, ровесник революции. Да? Вот. Значит, но есть один нюанс. Дело в том, господа, что в файлах КСВ иногда бывают данные такого рода. Фамилия, имя, отчество, список бывших журн. Да? То есть, я сейчас просто пример приведу. Вот, такие могут быть данные. Фамилия, да? Год рождения, ну, и так далее. Такой, вот, у нас Купкин. Ну, я бы это по-другому назвал. Вот. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас, скажите, если считать, что эта структура, это последовательность записи, сколько полей в этой записи? Да нет, не семь. Господа, да, вот обратите, пожалуйста, внимание, что если считать, что это запись, то в этой записи четыре поля. Фамилия, имя, отчество, ну, пять, пять. Год рождения и список бывших журн. Поле записи имеет полное право быть списком. Но только проблема в том, что формат данных КСВ в этих тонкостях не разбирается. Особенность такой ситуации заключается в том, что если мы посмотрим на записи, да, то в одной строчке будет, допустим, четыре запятых, в другой строчке, там, сто запятых, мало ли у кого столько было, уже разное же количество. Да. Поэтому при попытке считывания такого формата мы получим с вами что? Список или кортеж? Вот, господа, в том-то и беда, что мы, что у модуля КСВ он же не знает, что там файли на самом деле, поэтому ему не остается ничего, кроме как выдавать нам список. Да? То есть, с его точки зрения это список. То, что там элементы разные по смыслу, это учесть должны уже мы. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на один немаловажный факт, который в свою очередь является часто источником машины. Если у нас Х это кортеж, да, то мы можем, как известно, выполнить операцию разборки кортежа. Это будет означать, что нулевой элемент Х попадет в А, первый в В, четвертый в С. Но обратите, господа, внимание, что кортеж является структурой неизменяемой. Следовательно, в данном случае кортеж представляет какую структуру данных? Список или запись? Обратите внимание, что операция разборки кортежа. Применима ли она к списку? Господа, номинально да. Но надо объяснять, что это значит. Потому что операция разборки означает, что справа от знака присваивания у нас находится запись. Следовательно, если мы ее применяем к списку, объясните, что это значит. Я сейчас поясню. Бывает, что это что-то значит. Но если это кортеж, мы ее применяем вот так. Но в питоне, если мне память не изменяет, начиная с версии 3, по-моему, 2, а начиная с какой-то относительно новой версии, но уже не такой уж и новой, появилась и вот такая форма записи. Означает она следующее. Нулевой элемент записать в А, первый в Б, второй в С, а все остальные в Д. Соответственно, если Х был кортежем, то Д тоже будет кортежем, если Х был списком, то Д тоже будет списком. Господа, хотел бы обратить ваше внимание на то. Вот предположим, Х у меня вот такой кортеж. Я хочу сделать операцию разборки кортежа вот так. Обратите, пожалуйста, внимание, что это ошибка. Потому что у меня в данном случае Х представляет собой запись без дураков. а это значит, что я не имею права откусывать от этой записи кусочки и формировать новую запись. Такая форма записи допустима лишь в одном случае. Ну, вернее, в двух. Но второй случай, он не имеет практического смысла, потому что он записывается иначе. Дело в том, господа, что операция разборки кортежа де-факто происходит при передаче параметров в функцию. Неименованные параметры в функцию тоже передаются в виде кортежа и на месте уже выполняется разборка. Поэтому если name и rest это параметры функции, то там разговор другой. И это не имеет отношения к данной теме. Но если это настоящая запись, то такая запись, то есть такая форма записи возможна лишь только в том случае, если мы хотим сказать следующее. нам нужно от этого кортежа, от этой запись только поле name, а все остальные поля нас не интересуют. И нам в лом выписывать все переменные, чтобы их оттуда забрать. Начиная с версии 3.1. Для этих случаев в питоне есть соглашение. Если имя переменной состоит из одного знака подчеркивания, то это значит, что мы имеем дело с переменной, которая нам не нужна в дальнейшем. То есть к переменной имя, которое состоит из одного знака подчеркивания, мы в дальнейшем нигде не обращаемся. На данный момент это лишь только соглашение. Почему? Потому что переменное имя, которое состоит из одного подчеркивания, при этом все же остается полноценной переменной, полноценной ссылкой и не дает сборщику мусора убить соответствующий объект. Обратите внимание, что это поведение в будущем может измениться и вполне возможно, что в будущем переменная из одного знака подчеркивания станет фиктивной. То есть ссылка, попадающая в нее, будет убиваться сразу. Это возможно, об этом сейчас идут разговоры, окончательное решение пока не принято, но я рекомендую все-таки эту переменную использовать только для помойки. Вот в такой форме эта запись допустима, единственное, что надо потом не забыть эту переменную убить. Иначе утечки памяти могут произойти. Но правда я опять-таки должен напомнить, что переменная в питоне принадлежит функции. Если такой фокус сделан внутри функции, а потом произошел возврат из функции, то ничего страшного. Но переменная тем самым будет убита. вот. Однако, вот в этом случае, если x содержит считанную из CSV файла вот эту запись, ситуация уже существенно меняется. Тогда не только можно, но и нужно выполнить разборку полученной записи вот так. Потому что сколько полей в этой записи на самом деле? Пять. Да? Мы и получили пять. То есть операция разборки со звездочкой, она предназначена в первую очередь именно для этих случаев. Использовать ее в каких-либо иных случаях является некорректным. Ну, повторюсь, вот я, собственно, три случая назвал, когда она может быть использована. Если остальные элементы неинтересны, но тогда мы пишем не имя нормальной переменной, а фиктивное имя. Либо при передаче параметров функцию, но это особый разговор, а типичный классический случай вот. В этом случае у нас список играет роль записи, но это не потому, что это правильно, а потому, что библиотека КСВ по-другому не умеет. Аналогичные случаи встречаются и в других местах, этот просто наиболее типичный. Например, с аналогичным случаем, с аналогичной ситуацией вы столкнетесь при считывании данных из файла Excel, потому, что лист Excel представляет собой список списков. Поэтому столкнуться там с этой ситуацией можно вполне. Следующий пример ошибочного использования списка. Если у меня есть список Alt, я хочу этот список выполнить перебор списка вот так. Вопрос, какую ошибку я допустил и возможно лишь, что это не ошибка. Все в порядке. Правила диапазона. Господа, ну кто уж перебирает списки по индексу? По списке по индексу перебирают только те, кто начитался книжек на Паскале. Да, или на Фортране. Или на Си. Да? Господа, никогда не читайте на ночь программные языки Си. Да, из советских газет, как говорится. Вот. На самом, кстати, на самом деле я тут немножко лукавлю, но я сейчас поясню. Значит, на самом деле, конечно же, список нужно перебрать вот так. Но вы мне можете возразить двоя, двумя способами. Первый способ, первое возражение. «А что если мне порядковые номера тоже нужны? Ну, могу же я захотеть еще и с номерами их перебрать?» Да? Ну, это легко. На это возражение простой ответ. Для этого есть функция «Enumerate», которая позволяет перебрать элементы последовательности с их порядковыми номерами. второе возражение. «А что если у меня в процессе перебора список изменяется?» Причем изменяется не в том смысле, что я ему новое значение присваиваю, это как раз ничего. Или там, нет, вернее, не новое значение, если я, ну как, это же список ссылок, да? Поэтому я могу изменять сами его элементы, но могу ли я в процессе перебора элементы списка заменять на другие? Или удалять там элемент списка, допустим, удалить из списка? Господа, обратите пожалуйста внимание, что на время выполнения операции перебора список становится неизменяемым. Можно изменять элементы, входящие в список, но нельзя их ни удалять, ни добавлять, ни заменять на другие. То есть список становится как бы кортежем на время перебора. Между прочим, эта ситуация приводит к тому, что в некоторых случаях нам выгоднее вместо списка использовать кортеж. Но это уже другой вопрос. Так вот, а что же делать, если я хочу изменять элементы списка в процессе перебора? На это я могу сказать следующее. Если список в процессе перебора не изменяет своей длины, то можно попробовать перебирать его по индексу, вот какие это сделал здесь. Но здесь уже могу только сказать по своему опыту. По моему опыту это означало как правило, что список вообще создан напрасно в этой ситуации. Что нам удобнее использовать словарь или какой-нибудь иной элемент ему подобный. Правда не могу ручаться, что это ошибка во всех случаях. Поэтому господа обратите пожалуйста внимание, что это если список не изменяет длины. Если список изменяет длины, то тогда это не только то, что нам надо менять в процессе перебора. Это уже не мой личный опыт, не только мой, а опыт других людей, которые тоже говорят, что список в этой ситуации создан скорее всего напрасно. Однако если вы абсолютно твердо уверены в своей правоте, можете так как говорят американцы, не делайте этого, если только вы не знаете абсолютно точно, что делаете. Дело в том, что операция перебора по индексу в Питоне крайне неэффективна. Если у вас список хоть сколько-нибудь длинный, это может вызвать ощутимые тормоза. Поэтому делать этого не стоит. Тем более, что это наследие темного прошлого. То есть когда такое писали в языке Си. еще ведьмы на костре сжигали. Кстати, это не шутка. Когда писали на языке Си, ведьмы на костре еще сжигали. Ну, вернее, ну, как бы сжигать-то не сжигали, но такие приговоры выносились. Господа, кто помнит, когда был вынесен последний приговор о сожжении ведьмы на костре? В 1967 году. И в какой стране? в Соединенных Штатах Амминии. Это так называемый процесс салемских ведьм. Правда, сожжение там дело не дошло, но скандал был не шуточный. В населенный пункт, для того, чтобы не дать сжечь на костре ведьм, пришлось ввести национальную гвардию. вот. А на языке С тогда уже писали. Вот. Ну, это к слову. Итак, господа, значит, по поводу перебора элементов списка по индексу, значит, скажу, что как правило это ошибка, но не могу учаться, что это ошибка всегда. Что является ошибкой с вероятностью просто 99%. Я подобный пример увидел даже в одном вопросе на собеседовании. Несчастный человек, кто попал на работу как на начальнику. Потому что этот человек, который проводил собеседование, он, видимо, считает себя очень крутым программистом, задал следующий вопрос. Почему, если в процессе перебора список изменяется, то применяется вот такая конструкция, и что означает в данном случае двоэтучие? Но я задавал такие вопросы, когда я питон видел второй раз в жизни. Причем я тоже считал себя жутко умным, и думал, а какой вопрос по каверсу? Господа, такая конструкция точно лишена смысла. Если вы хотите делать что-то подобное, надо либо пользоваться циклом while, что может быть и правильно, либо выполнять перебор по индексу. То есть эта ситуация является точно бессмысленной, потому что для того, чтобы изменить список в процессе перебора вот таким вот образом, вам совершенно точно понадобится индекс элементов. А если вы берете элементы без индексов, а стало быть это либо первые, либо последние элементы, тогда лучше пользоваться циклом while. Поэтому эта конструкция, она просто от незнания. Смысла она точно не имеет. По крайней мере, я буду, ну давайте так, давайте не буду я столько категоричен, давайте я скажу, что я буду крайне удивлен, если мне покажут случаи, когда она имеет смысл. Вот. Поэтому лучше судьбу не искушать. Тем более, что она имеет еще один и еще один очень серьезный недостаток. Здесь мы фактически создаем копию списка. А копия списка это, мягко говоря, операция весьма недешевая. Поэтому лучше без особой нужды этого не делать. Даже если мы выполняем операцию перебора по индексу, то копию списка мы все-таки не создаем. Вот. Значит, дальше. Ну, еще один пример я показал, когда вот списки ошибочно используются как записи, но повторюсь, что ошибка это лишь в том случае, если мы такой список создали своими руками. А вот если мы его получили откуда-то со стороны, не надо спешить обвинять в ошибке того, кто нам этот список дал. Да, потому что вот вам яркий пример когда-нибудь не ошибка. Вот. Дальше. Ну, господа, на самом деле вот это по сути все, что я имел сказать про свойства самих списков. Давайте я расскажу немножечко, что еще кроме списков в питоне есть, и на что еще я посоветовал обратить внимание. Ага. А если поле переменной длины окажется в середине? На самом деле, ну, я скажу так, что, во-первых, поле, содержащее список в формате КСВ, не важно, где оно находится в начале или в середине, главное, чтобы оно было одно, потому что вот такая запись тоже допустима. Но, если таких поля два, то надо оторвать голову тому, кто такой формат создал. Ну, я вам скажу так, что мне доводилось видеть подобную ситуацию в российских библиотеках, библиотеках, но там люди поступали, там людям не надо оторвать голову, потому что они формат этот создавали вот так. Два поля переменной длины. Но, обратите внимание, что никакой путаницы здесь не возникает, хотя нам, конечно, придется здесь немножко помочиться сами. То есть, с точки зрения стандарта КСВ, это три поля фиксирования. Так что, ситуация, конечно, противная, если поле переменной длины в середине, но одно, это не проблема, а если их два, ну, тогда, ну, я, честно говоря, не встречал случаев, когда люди такой геморрой себе на голову. Значит, дальше. Теперь давайте мы посмотрим, какие еще есть в питоне штуки, кроме списка. Ну, во-первых, есть две, как бы, вещи, о которых я подробно говорить не буду, это кортеж, да, и словарь. Ну, это вещи, в общем, всем известные, поэтому тут добавить больше нечего. А вот по поводу вещей, которые, может быть, менее известны, я, пожалуй, добавлю. Есть в питоне такой тип, который называется множество, сет. Значит, в питоне 2 множество могло состоять только из элементов примитивных типов, то есть чисел, текстов и так далее. В питоне 3 множество может состоять из любых элементов, однако не всегда это осмысленно. Ну, давайте разберем простейший случай множества чисел. только я тут немножечко перемудрил. Значит, господа, множество, оно создается не так, как я написал, оно требует списка. Множество мы переделываем всегда из списка. Соответственно, S у нас это множество теперь. Да, сейчас, простите. Вот оно. Да? Собственно, множество отличается от списка тем, что множество не может состоять. Во-первых, два отличия. Во-первых, элементы множества не имеют порядка, в отличие от элементов списка. Господа, здесь я хотел бы обратить внимание на одно часто встречающееся недуровое мнение. Один человек мне даже с опломом доказывал, что я совсем рухнул в дуба. Вот. Ну, это вам судить, но человек был неправ. Не в том смысле, что я рухнул в дуба, в этом то он, может, и был прав. Но говорил он мне следующее. Он мне, он создал словарь, да, если мы помним, элементы словаря в питоне порядка не имеют. Да? Вывел его мне на принтом один раз, вывел второй раз, вывел третий раз и сказал, ну вот посмотрите, они же вывелись в одном и том же порядке. Что же вы мне говорите, что они не имеют порядка? Да? Я так и не смог объяснить товарищу, что, ну, это не здесь, кстати, было, это было еще давно, это еще в университете, тогда читал лекции, мне так и не удалось товарищу студенту объяснить, что он не прав. Да? Потому что я говорю, что, товарищ студент, но ведь в документации черном по белому написано, что элементы не имеют порядка. Все. Господа, дело в том, что, ну, я думаю, вы уже можете догадаться, что студент это кто-то был в специальности. Да? Он был физик. Вот физикам подобного рода ошибка хорошо знакома. Физики считают, что если я наблюдаю какое-то явление в природе, да, много раз его пронаблюдал и хорошенько убедился, что мне не кажется, да, если то же самое наблюдали вместе со мной еще несколько человек, значит, это явление точно существует в природе. Другое дело, как его объяснить? Да? Фатоморгана в природе существует. Но из этого не следует, что берега у нас раздваиваются на дно. Да, ясно. Но, господа, на самом деле в программировании это не так. В программировании, если нам сказали, что элементы не имеют порядка, значит, они его не имеют. Это означает, на самом деле, одно, что если у них какая-то видимость порядка есть, это значит, что просто кому-то так удобнее. Да, звезды зажигают не потому, что это там какие-то явления природы, а потому, что это кому-нибудь нужно. Да? Если завтра это не будет никому нужно, их могут и перестать зажигать. Точно так же и здесь. Если разработчикам интерпретатора завтра взбриндят в голову порядок следования элементов в множестве или в словаре поменять, они его поменяют, нас не ставят в известность. Потому что они нам сказали чётко, нет порядка. Всё, бардак, он и есть бардак. И то, что они решили в этом бардаке ещё немножко бардака навести, ну, извините, да, вас предупреждают. Так вот, элементы множества порядка не имеют. Это означает, что если мы элементы множества переберём ещё один два раза, а для них, как и для списков, допустима операция перебора, то они могут быть перебраны в разном порядке без предупреждения. Но если мы в множество добавим ещё один элемент, правда, так, наверное, не добавится. А вот если мы в множество добавим ещё один элемент, вот так, да, не получается. Ну, давайте так. Добавится. Чему станет равно множество s? Добавится. А если так, добавляем элемент, который там уже был. Ошибки нет. Но он и не добавился. Это типичная операция объединения множеств, да, то есть с множествами в питоне допустимы все математические операции. Но, господа, обращаю ваше внимание, что если мы создаём множество экземпляров классов, да, то тут надо быть аккуратным, потому что какие, потому что в питоне по умолчанию я напомню, что объекты делятся на хэшируемые и не хэшируемые, да, хэшируемый объект содержит функцию, специальную функцию хэш, которая должна возвращать одинаковые значения для одинаковых объектов и разные для разных, да, так вот в множестве действует следующее правило. Если объект является хэшируемым, то объекты считаются одинаковыми не при условии, что они равны, а при условии, что у них равны хэши. Если объекты не хэшируемые, то они в питоне версии 3, то в этом случае в питоне версии 2 составлять из них множество нельзя, а в питоне версии 3 они считаются разными по определению. То есть любые два не хэшируемых объекта считаются разными. Потому что в роли хэша у них выступает в этом случае внутренний адрес, а он всегда разный у разных объектов. Иными словами, множество можно использовать, если мы хотим, чтобы в нем не было двух ссылок на один и тот же объект. Но это действует только в питоне, начиная с версии 3 номинально, и, насколько я понимаю, начиная с версии 3.2 это работает корректно. До версии 3.2 это могло иногда выкидывать форцеляр. Но мы с вами считаем, мы сейчас исходим из того, что мы считаем пригодной для работы версию 3.5 и дальше, ну, желательно, актуальной, а пригодной для работы версию 3.4 и дальше. Значит, дальше, что еще надо сказать про альтернативы списка? Пожалуй, самым важным альтернативой списка является последовательность. Например, генератор функции. И вообще, господа, есть важное правило, которое в питоне окончательно выкристаллизовалось относительно недавно, его не было раньше. Но сейчас это правило уже существует. Если вы можете обойтись последовательностью, ни в коем случае не создавайте список. То есть, я напомню, что есть в питоне понятие генератор функции, которая формирует последовательность, или просто генератор, объект специального типа. То есть, если мы... То есть, в чем отличие списка от последовательности? В том, что список хранит все свои элементы сразу. А последовательность их не обязательно хранит все сразу. Например, последовательность строчек в текстовом файле. Они же не хранятся в памяти все сразу, мы их считываем по мере надобности. Так вот, если мы можем обойтись последовательностью, ни в коем случае не создаем списка. Обойтись ими можно, конечно же, не всегда. Но, тем не менее. Следующее. Если помните, в самом начале я сказал, я там создал список чисел и сказал, что тот, кто создал такой список, скорее всего, вероятно, не прав. Да, не говорил всегда, но вероятно. Дело в том, господа, что в питоне мы можем пользоваться с вами массивами в смысле фортрана. Фортрановскими массивами. А список чисел не всегда, но в большинстве случаев представляет собой именно фортрановский массив по смыслу. Так вот, для того, чтобы пользоваться массивами в смысле фортрана, мы с вами можем воспользоваться... Значит, на самом деле некая рудиментарная реализация есть и в стандартной библиотеке, но лучше все-таки в этом случае воспользоваться библиотекой NumPy. Вот. Эта библиотека NumPy как раз предназначена для разного рода вычислительных задач, там манипуляции с числами и же с ними. В частности, если я хочу создать массив чисел, я могу это сделать следующим образом. Но, если вы помните, массив это массив элементов одного типа. Поэтому я обязан указать их тип. Обратите, пожалуйста, внимание, что создавать массивы не указывая тип элементов в него входящих это ошибка. В данном случае я укажу детайп равно NP FLOW32. Таким образом, я получил массив из шести чисел с плавающей точкой. Да? А мог бы я, между прочим, с таким же успехом создать массив и двумерный. Например, я мог бы сделать это так. Например. Кстати, элементы какого типа у меня будут составлять этот массив? С плавающей точки. Обратите внимание, я использовал целочисленные литералы, но я явно указал тип массива. Поэтому Y у нас будет массивом двумерным. И давайте я сейчас продемонстрирую, что это именно двумерный массив. Посмотрите, пожалуйста. Вот я вырезаю из массива запятая двоеточие. Вот я вырезал из массива строчку. Да? Ну, давайте для интереса один двоеточие. Вот. А вот я вырезал из массива столбец. И в том и в другом случае получил одномерный массив. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот это F массива, там фортрановские массивы, которые применимы в питоне через библиотеку NumPy. При желании можно пользоваться для вычислительных задач этой библиотекой. Можно, используя ее как основу, дописать свои модули, например, на фортране или на C. Но это тема уже другого разговора, поэтому, господа, если вы имеете дело со списками чисел. Подумайте, а не лучше ли использовать массивы? Например, библиотеку NumPy. Если вам нужен двумерный массив, то есть двумерная структура, то это почти наверняка будет массив. В смысле фортрана. Или же мы должны запрограммировать эту структуру сами, если это не массив. Господа, ну вот в общем-то я сказал в основном все, что имел рассказать. Если есть какие-нибудь дополнения, кто-то может быть хочет что-то еще дополнить, или есть ко мне вопросы, я постараюсь их ответить. Потому что, конечно же, семинар в частности предполагает, что возможность рассказывать имею не только меня. Генератор что? Генераторы, они тоже как платные. Понимаете, это вопрос немножечко о паттернах проектирования. Действительно, можно генератор рассматривать как паттерн проектирования. Но в данном случае мы считаем, что генератор это элемент языка Python, который нам уже дал. То есть мы просто не то, чтобы это было неверным считать его как паттерн проектирования. В общем-то это верно. Но нас просто он не интересует пока с этой точки зрения. Хотя может будет интересовать потом. Между прочим, вторая часть курса нашего по языку Python в том числе разбирает некоторые из так называемых объектов стандартного вида. В том числе там разбирается и то, что такое генератор. Как его создать. И в этом смысле действительно можно рассматривать генератор как паттерн проектирования. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Вот. И, господа, еще раз, если есть ко мне какие-нибудь вопросы, я постараюсь на них ответить. Если кто-то имеет что дополнить, то, пожалуйста, я с удовольствием тоже послушаю. Вот. Соответственно, можно включить микрофон. Только, господа, прежде чем включать микрофон, будьте добры, напишите в чат, чтобы не говорили все одновременно. Вот. Ну, а так, в принципе, мне к сказанному добавить больше нечего. Говорится, ждем вас на наших курсах. Не только по языку Python, но и на других тоже. Кстати, должен сказать, что у нас в ближайшем же будущем ожидается новая серия курсов по теме Data Science. Вот. Где, ну, на данный момент там Python не присутствует, там другие методики, но там даются математические основы Data Science. Да, то есть у кого, кто, например, хочет подтянуть свои знания теории вероятности или еще с ними, то там есть такая возможность. Вот. Можно, соответственно, практическую часть можно изучать как на языке Python, так и на языке L. То есть у нас вот сейчас это такое нововведение, оно у нас будет в расписании в ближайшее время. Да. Вот. Но это курс, который включен тоже в эту линейку, но там вот будет не только этот R, но и целая линейка курсов на эту тему. Вот. Ну, а Python у нас вот начиная с сентября месяца он будет идти по обновленной программе, которая, ну, правда, и старая программа, она тоже хороша, да, но она будет немножко обновлена, там будут подчищены некоторые старые хвосты, вот, они будут заменены немного большим количеством практических заработ, вот, и будут со временем дополняться новыми курсами. Что касается курсов по Python, то я скажу, что на данный момент у нас их пять штук. То есть, первая, это базовый курс, первая и вторая часть, да, программирование на Python просто как на языке, вторая, это создание собственных классов, она у нас в расписании называется первая часть основы программирования, вторая часть объектно-ориентированное программирование на языке Python, и три третьих части. Третьих части у нас три штуки. Первая, третья часть называется вычислительные возможности основы визуализации, она основана на библиотеках NumPyMate, Plotlib. Вторая, третья часть это библиотека PyQ для проектирования пользовательского интерфейса. И третья, третья часть это библиотека Django. А, вру, даже не три, а четыре третьих части, извините. Четвертая, третья, третья часть это библиотека Django для программирования интернет. И четвертая, третья часть это программирование для интернет на базе микрофреймворков типа Flask и ему подобных. Вот, ну вот, пожалуй, теперь я сказал все. Ждем вас на наших курсах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова